Девушки отдыхают Не очень сильно заботиться, при этом наслаждаться их внешним видом И мы начнем с пятого места? Да Я открываю Открывай Кто это? Это молочай, молочай милли Очень неприхотливое растение Если ты его поставишь на светлый подоконник, все остальное будет сделано Поливать можешь крайне редко Раз в неделю это лучший вариант Растет оно достаточно медленно Так что пересадок частых не требуют Удобрения тоже часто не нужно То есть раз в три недели, если ты вспомнишь, можешь развести любое удобрение И он тебе откликнется тем, что он будет цвести Вот это цветочки? Это цветочки Но они только-только как бы начали вылазить И поэтому они еще не окрасились Вот такого будет цвета цветочек Но пересадить его все-таки придется, потому что земля истощается время от времени Где-то через три-четыре года все-таки его нужно будет пересадить Ну так это прекрасный вариант Три года он себе растет и никого не волнует Раз в неделю вспомнила, полила Но все-таки он на пятом месте Среди растений, которые меньше всего хлопот доставляют А значит какие-то хлопоты с ним все-таки есть Зимой как бы у него выражен покой Поэтому он может тоже сбросить листочки Поэтому он неэстетично выглядит И вот за счет этого мы его и поставили на пятое место Как долго будет этот период покоя длиться без листочков? Он быстро проходит Месяц, полтора И он уже возобновляет свой красивый вид Он в колючечках Вот попробуй Поэтому котики его не съедят И дети его тоже не любят, не сбрасывают Потому что он колется, он сам себя защищает Плюсов у этого неприхотливого растения гораздо больше, чем минусов Но все-таки минусы есть Давай посмотрим, кто у нас на четвертом месте Среди цветков, которые не доставляют хозяюшкам хлопот Этот цветок очень распространен на кухнях Потому что он поглощает угарный газ Терпит жару И так смотрим, что это Снимаем Ой, какой кудрявый Это ему тесно, что ли? Или он так и растет? Это хлорофитум хохлатый Вот он как хохолок И поэтому он так и выглядит Он такой хорошенький Хорошенький Если это вот такой хлорофитум пистролистый То его нужно поставить на светлое место Иначе в тени он может тоже расти Но он утратит свою красивую окраску Вот эту Потом он может желтеть И может сбрасывать листочки в тени На кухне лучше на подоконнике? За счет того, что это деточки То есть это ампельным может быть растением То есть то, что спускается вниз Я его сажу и подвешиваю в кашпо То есть это свисающее Или на холодильник можно поставить Или на полочку Очень красиво смотрится Как часто поливать и удобрять? Ты знаешь, поливать его тоже раз в неделю Чаще не нужно То есть проверили Если сверху грунт хорошенько высох Тогда поливаем Если нет, не нужно Пересаживаем редко тоже, Надюша Ему достаточно где-то раз в три года пересадку То есть такое долгоиграющее растение Он болеет чем-нибудь? Только если ты его будешь переувлажнять Еще не любит сквозняков То есть на открытом холодном сквозняке У него скручиваются И так желтеют, темнеют листочки То есть место хлорофитума действительно на кухне На кухне Где он будет воздух очищать, украшать А почему же хлорофитум на четвертом месте А не на первом в нашем списке самых неприхотливых растений? Мы еще не все рассмотрели Ты сразу все поймешь Давай перейдем к следующему варианту Это агланема Агланема Название-то какое замечательное Я видела такие цветы Впрочем, я не знала, что он называется именно так Ну и за счет чего он неприхотлив? Я однажды посадила такой росточек Буквально через три года Он заполнил весь горшок Буквально горшок распирала То есть он достаточно быстро растет Единственное условие Не заливать его Он не любит этого И за счет того, что он теневынослив То есть он найдет место в твоей комнате Не на подоконнике, а где-то посреди комнаты И это его плюс И не потеряет при этом своей вот этой пятнистой окрасочки Ты говоришь, агланема очень быстро разрастается Как часто придется пересаживать из горшка в горшок? Все равно можно 3-4 года терпеть Она просто становится пышным кустом Очень эффектно выглядит И поэтому она терпит очень долго Такой нюанс, что она может оголяться как бы снизу Потому что она растет и ввысь Не только вширь И со временем, если оголился стволик Мы его просто у корня обламываем Это стимулирует рост побегов И спящих почек Вот и все Но хоть какие-то проблемы с агланемой могут быть? Или она идеальна? Единственное, но у меня она страдает Если ставишь ее на солнечное окно И там прямые солнечные лучи И вызывают некроз ткани Такие просто белые пятна Которые мертвые, собственно Ой-ой-ой Да Ну, тем лучше Значит, мы украсим агланемой Темные места нашей комнаты Да-да-да Есть еще второе и первое место В нашем списке неприхотливых комнатных растений Я открываю Место номер два занимает кто это? Это сенсивьерия Но в нашем случае это называется сенсивьерия цилиндрика То есть, видишь, это похоже на цилиндрике Точно В народе называют щучий хвост, тещин язык Ну, а эту называют мышиный хвост Это тещин язык Только его разновидности его совершенно не узнают Слушайте, ты меня просто поразил этим цветком Говоришь, неприхотливый, но он изысканный какой-то Он похож на бамбук Они вырастают до метра высотой Вот это, это деточки маленькие Так что он вырастет еще И вот когда он еще маленький Здесь видно, что у него действительно такие плоские листья Как у тещиного языка, да? Да Как же за ним ухаживать? Это совершенно неубиваемое растение Единственное, что он не любит, чтобы его заливали Но так как мы будем забывать поливать Мы заняты То для нас растение это просто незаменимо По-моему, великолепный просто Никогда бы не подумала, что он еще не прихотливый При первом взгляде на него я подумала, что это не тещин язык, а какой-то экзотический цветок Когда его нужно будет пересадить? Пересадки он нуждается лишь только тогда, когда наполняют побеги полностью горшок Это случается через лет пять Бывают случаи, когда горшок просто разрывается от натиска корней И тогда, ну понятно, что мы вынуждены просто пересадить это растение Горшок сломался, буду пересаживать цветок Да, сигнал Зимой ты поливать его можешь раз в две-три недели Летом все-таки раз в неделю придется поливать Мне кажется, я уже определилась, какой неприхотливый цветок мне нравится больше всего Но есть еще первое место Да Кто там? Давай я тебе намекну, а ты угадаешь Это растение пустынное или полупустынное Некоторые его виды живут в тропических лесах Любят высокую температуру и очень много света Колючки есть? Бывают Кактус! Конечно, смотрим Ой, слушай, ну они у тебя такие все красивые Что назвать их какими-то простыми растениями просто язык не поворачивается И кактусы у тебя какие разнообразные Не просто колючие, а и тот, который совсем без колючек Да, это суккулент Но он тоже пустынный житель Он запасает в своих тканях водичку И поэтому легко переносит совершенно засуху Как в пустыне, так и у нас дома Растение совершенно неприхотливое Летом ты все-таки должна его поливать раз в неделю Когда просохнет верхний слой почвы Не рекомендую ставить их в тень Потому что там они просто вытягиваются Они очень любят солнце И когда зимой мы ставим еще их где-то у компьютера Они просто погибают Но многие считают, что они поглощают негативное излучение Но это неправда Они погибают просто от недостатка света А куда же их зимой девать? Зимой ставим на подоконничек Стараемся, чтобы это был прохладный подоконник Потому что они нуждаются в периоде покоя С ноября и где-то по март мы их вообще не поливаем Ну можно чайную ложку раз в месяц Это все Весной начинаем поливать, как обычные растения И они тебя порадуют пышным цветением А мы им скажем за это спасибо А что там за зеленый камушек в горшочке у тебя лежит? А это живой камень Литопс называется Так это цветок? Да Принципы ухода те же самые Так этот Литопс, он кто? Кактус? Да Только без колючек? Да И он тоже может зацвести? Он цветет, да И очень разнообразно Нельчка, ты рассказала не только о том, какими могут быть неприхотливыми растения Но ты и открыла, какими они могут быть прекрасными Спасибо тебе большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому